Андрей Павлович, Дмитрий в главной трене Чертанова сразу после матча против Факела. Проиграли 0-3, два немножко разных тайма. Первый практически ничейный, но в конце ошибка и пропустили. Но второй уже контратак соперника, там было сложнее. На ваш взгляд, почему вот ключевой момент матча? Это все-таки первый гол или уже когда второй пропустили? Конечно, первый гол. Первый гол мы, кстати, хочу сказать, хорошо изучали соперника. Я знал манеру игры, которая будет предложена новым тренером команды, потому что мы работали вместе. И, откровенно говоря, предупреждали, что нам нельзя пропускать гол. Почему? Потому что команда очень хорошо организована в обороне и выбегает в ответную быструю атаку большими силами. Но мы пропустили гол, а в втором тайме нам нужно было как-то перестроить игру на атаку. Соответственно, попали на две такие ответные быструю атаки и получили гол. Очень, конечно, жаль. Но я хочу сказать, что в первом тайме, да, реализация там пары подходов было очень хороших, где мы могли даже и выйти вперед, но, видите, не получилось. Нам самим нужно было построить так игру. Мы построили, что мы как бы закрыли все подходы к нашим воротам и сами выбегали в ответную быструю атаку. Но получилось наоборот, что команда, пропустив, психологически немножко поднялась. Нам было тяжело получить гол в раздевалку из-за своих собственных ошибок, опять же. Ну, и получается так, что закономерный результат матча получился. Потому что нам нужно было идти вперед. Мы, соответственно, оголили оборонительную линию и пропустили два гола с быстрых атак. Такое ощущение, что почаще всего не ошибались на своей половине поля, в передачах, в потере мяча. Ну, такие классические обрезы, когда сразу опасный атак на твои ворота, в том числе и результативные были. Можно сказать, что нервозность появляется из-за того, что вот уже достаточно давно там не выиграть, ни очков набрать, ни забить, не получается? Ну, я здесь с вами соглашусь. Дело в том, что на самом деле груз ответственности растет. Мы не можем уже порядка семи игр выиграть. И не можем даже забить гола. Это очень сложно психологически все. Ну, мы как бы стараемся немножко разгрузить ребят от этого психологического груза. Но вы сами понимаете, у каждого футболиста в голове есть определенные мысли, что надо не ошибиться, надо забить. А когда правило думают, что надо не ошибиться, как раз совершаются те ошибки, которые, в принципе, очень простые в передачах мяча друг другу. Вот такая ситуация. Ну, опять же, молодость. Здесь как бы не говори, пока они не обыграются в этой лиге, то есть не почувствуют уверенность, такие ошибки будут повторяться. Ну, будем стараться, стараться что-то исправлять. Понятно, что отсутствие голов, понятно, что команда на тренировках тренирует элемент, пробует все это отработать. Какие-то нефутбольные методы пробовали. Я помню, там пару лет назад ребята в церковь ходили, свечки ставили. Ну, вот, может быть, наоборот, что-то такое, там, приметы какие-то поменять. Ну, знаете, надо больше работать. Но нам сейчас не дает ситуация работать так, потому что у нас игры, ну, как у всех команд, очень часто через три на четвертый. Сейчас вот через два на третий пойдут кубковые матчи, начнутся. Тем более, что у нас некоторые футболисты еще за молодежную команду заиграны. Поэтому, ну, что делать, будем исправлять ошибки путем тренировок, да, может быть, подумаем, что-то как-то психологически разгрузить по другому команду. Ну, все, в наших руках. Будем двигаться вперед. Спасибо большое.